Далее продолжим тему беспилотников. Тем, как поставить производство беспилотников на поток, собрался Владимир Путин. Вечером 27 апреля он провел совещание в Московском индустриальном парке Руднево, где поручил российскому Минтрансу подготовить предложение по подчинению отрасли беспилотных летальных аппаратов Росавиации и предложить идеи по созданию специального органа. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, объем госзаказов на производство БПЛА к 2030 году должен составить 200 миллиардов рублей. За год хотят производить 32 тысячи беспилотников. Ну а в ходе ночного совещания Путин предложил и в школах вести курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами. Тему далее обсудим с Валерием Яковенко, соучредителем DroneUA, экспертом в сфере беспилотных технологий и робототехники. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Итак, как вы считаете, для начала разберемся, какие сейчас беспилотники Россия в состоянии производить. Да, мы наслышаны о шахедах, но понимаем, что шахеды они иранские. Возможно, присутствует какая-то сборка уже на территории России, по крайней мере, такие планы были уже под видом этих гераний 1 и 2. Но, тем не менее, то есть то, что сейчас может производить Россия, какие вот беспилотные летальные аппараты. Если мы говорим о том, что сейчас встречается на поле боя и встречается все меньше и меньше, это те аппараты, которые с самого начала присутствовали. Это разведывательные аппараты, такие как Орланы, это всевозможные коммерческие дроны, такие как определенные дроны потребительского производства. Ну и когда мы говорим о следующих каких-то устройствах, это дроны, которые на Москве называют дронами Ирань, а на самом деле это те дроны, которые называются дронами шахед, которые дроны иранского производства. На самом деле, в ходе этой войны вообще произошла определенная революция понимания и осознания того, что за дронами пришлось обращаться за помощью, и Россия не в состоянии производить оборудование, которое так эффективно показывает себя в войне, как это делает Украина. Потому что эту войну многие называют войной дронами, дронов. И непосредственно Украина показывает тут преимущество в небе. Вот вы сказали, что Россия сейчас использует дронов на фронте все меньше и меньше. Как прослеживалась эта тенденция с первых дней полномасштабного вторжения до сейчас? Можем ли мы в цифрах говорить об этой тенденции? Очень, тут достаточно скользкий момент. Можно говорить об объективных цифрах и субъективной информации. Объективная информация заключается в том, что дроны, российские дроны сбиваются, и если в начале полномасштабного вторжения с 24 февраля прошлого года мы видели, как дроны могли быть системными, их могли видеть как единый инструмент, который те же «Орланы» максимально стараются использоваться для того, чтобы контролировать информацию на поле боя, то с ходом войны стало видно, что эти дроны сбиваются, и заменять их просто нечем. Они начинают быть похожи на определенную сборную солянку, компоненты внутри из-за ограничений в производственных цепочках начинают меняться, и меняться не в лучшую сторону, а какие-то компоненты просто заменяются на то, что есть, а не то, что там должно быть. То есть каждый дрон начинает отличаться от любого другого предыдущего в одной и той же системе. И это пример того, как деградирует производственная цепочка. То есть это можно говорить о качестве теодронов, которые используют Арефи. Если же мы говорим о количественном эквиваленте, то субъективно можно говорить, что в момент активизации каких-то ситуаций и действий на той или иной точке поля боя, в Украине дронов возникает ощущение, что больше раз в семь, чем те дроны, которые есть у Москвы. Но опять-таки это субъективная точка взора. В целом можно говорить о том, что действительно Арефия потеряла возможность и какую-то приставленность, быстро развиваться в этом настолько важном сегменте вооружения или технологий. В начале упомянули о этих самых шахедах и их возможной сборке. Была информация такая, что хотят создать в России, построить завод именно по сборке иранских шахедов, 136-131 ударных дронов. Как вы считаете, насколько это действительно реальная перспектива? Ну и очевидно, тут будет просто уже Россия зависеть от поставок, опять-таки, из Ирана. Вот этих комплектующих, этих деталей. Либо она сможет производить сама, как вы считаете? Вы знаете, пропаганда Московья – специфическая штука. Очень часто говорят какие-то громкие, пафосные вещи, а в реальности все это оказывается пшиком. Де-факто мы видим, как дроны просто меняют наклейку на корпусе и называются «сделано на болотах». И если честно, я не верю в то, что какое-либо масштабное производство будет запущено там. Дело в том, что для производства, для того, чтобы это производство постоянно эволюционировало, чтобы модельный ряд расширялся и что-либо создавалось более современным, необходим доступ к технологиям. Доступ к технологии у России ограничен максимально сильно. Те технологические цепочки, которые должны использоваться в дронах, даже если мы разберем те же шахеды, там есть европейские, американские, те же японские комплектующие, без которых создавать такое оборудование невозможно. И эти страны перекрывают кислород в виде санкций для создания такого оборудования. И переносить любое оборудование на территорию России или создавать новое, я не вижу возможным просто потому, что комплектующие, которые необходимы для того, чтобы создавать такое оборудование, просто невозможно создать. Локально это технологии мира. И, конечно, когда мы говорим о чем-то продвинутом. Если же делать что-то на коленке, действительно можно что-то сделать, но это не будет иметь эффекта или как-либо менять ситуацию на поле боя. Комплектующие — это электроника, правильно? Вот такие главные комплектующие. Дроны — это не просто корпус и вид самолета, что он большой и летает. На самом деле дроны — это камеры, это системы управления, это системы навигации, это системы искусственного интеллекта, просто даже софт, который управляет дроном и так далее. Это огромный системный комплекс, который только вместе создает эффективный аппарат. И сам по себе элемент или процесс сборки, он не ценен. Это огромное количество цепочек логистических и производственных цепочек для того, чтобы на выходе мы получали устройство в виде дрона. Но Россия ведь, нужно это признавать, сейчас обходит санкции для того, чтобы в том числе делать свое вооружение. Может ли она каким-то образом получать, например, из-за границы товары так называемого двойного назначения и использовать их для строительства этих дронов, для производства дронов? Обход санкций — это временное решение. И каждый сбитый аппарат, в котором находятся те или иные комплектующие, он передается для детального анализа, для понимания того, как та или иная микосхема, как тот или иной элемент может быть поставлен на эту модель. И когда мы говорим о санкциях, то это динамический процесс, это постоянный процесс поиска тех компаний или тех поставщиков, которые могут помогать РЭФИ обходить санкции, и это обрезается. Каждый раз ниточки поставок обрезаются, и это ограниченное количество путей поставки. Когда мы говорим о масштабированных производствах, то невозможно зависеть от таких переменчивых элементов, как вот эти ограниченные цепочки поставок. Санкции работают, мы все это видим. И даже та ситуация на поле боя, которая видна сейчас, когда каждый сбит российский дрон технологически деградирует, это прямое доказательство. Поэтому про создание чего-то нового я бы не верил. — Если сравнивать те дроны, которые, по сути, присутствуют на вооружении украинских вооруженных сил и которые есть у российских, как вы считаете, какие из них? Ну, понятно, что у них есть там разные предназначения. Например, Украина такие, как дроны типа как Шахед, да, они используют, хотя есть те же свитчблейды, но они используются для других целей. Тем не менее, вот если сравнивать вот эти вот разные показатели, технически дроны, используемые вооруженным силой Украины, насколько они сильнее, что ли, в плане технического именно своего преимущества перед теми же, ну, в основном, вот устаревшими вот этими дронами России, тем же «Орланами» и прочим. — Вы задали очень хороший и правильный вопрос. Очень важно не сравнивать дроны лоб в лоб, которые использует Россия и которые использует Украина. На РФИ оборудование создается с целью терроризма. На РФИ оборудование используется против мирных украинских жителей, против мирной украинской инфраструктуры. Посмотрите, против военных целей РФИ дроны не использует так массово, как это они стараются делать против мирных украинских городов. В то же время Украина использует технологии для того, чтобы очищать украинскую землю от оккупантов и от оккупанской военной техники. Поэтому используются свитчблейды, поэтому используются дроны, которые могут в процессе полета определять различные военные цели, менять их. Поэтому используются просто технологии, которые имеют уровень выше, чем просто летающая взрывчатка с прилепленными к ней крыльями. Если мы сравниваем несколько типов дронов, которые используются в одной стране и в другой, на самом деле имеет важность также момент времени, когда это делается. В самом начале массовость была все-таки, наверное, на стороне оккупантов, и мы видели, насколько это было страшным и опасным. Но сейчас Украина действительно показывает выдающиеся возможности и по производству собственных дронов, и по сотрудничеству с союзниками. Мы видим, насколько больше оборудования появляется в Украине, и самое главное, современного оборудования, то, которое действительно может что-то менять. Окупанты деградируют. Украина в своих защитных функциях максимально превосходит противника. И тут есть еще один момент. Украина не воюет жизнями собственных солдат. Украина старается и воевать технологично. Украина воюет именно с использованием продвинутых систем вооружений от западных партнеров и создавая свои. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину экспортировал в Россию беспилотники на сумму более 12 миллионов долларов. Можем ли мы говорить о каких-то временных рамках? Закончатся или не закончатся у России беспилотники, даже такие невысокотехнологичные, которые она сейчас использует, деградирующие, как вы говорите? Опять-таки, возвращаемся к вопросу санкций. Даже если что-то было поставлено, никто из тех производителей, которые ориентированы на мировые рынки, не будет играться с вопросами или рисками попадания под международные санкции. Оборудование, технологическое оборудование не будет поставляться в Арафию. И именно поэтому мы видим, что уровень и количество дронов уменьшается. И даже те дроны, которые таким или иным способом появлялись на территории Арафии, они будут обрезаться как логистические цепочки. Ни одному производителю в мире, наверное, за исключением производителей террористического иранского оборудования, неинтересно сотрудничество с этим рынком, потому что и Европа, и Соединенные Штаты Америки — это огромные рынки в глобальном формате, доступ которых для нормальных производителей критичен. Кислород. И никто не будет играться с санкциями. Они действительно работающие инструменты. Путин, кроме того, что он дал указание поставить производство беспилотников России на поток, он еще потом сказал о том, что было бы неплохо в школах вести курсы по управлению БПЛА. Как вы считаете, насколько, скажем, это вообще реальная история, хотя уже от России, по-моему, всего чего угодно, можно ожидать в школах в том числе, но сколько времени занимает вообще так подготовка полноценная на вот человека, который будет управлять дроном, ну, я не знаю, боевым, наверное, еще больше, потому что это, ну, все-таки совсем другая история. На самом деле, правильность, наверное, в том, и корректность в том, что управлять дронами важно. Украина показала, насколько эффективным можно использовать этот инструмент, особенно в целях разведки, и каждый украинский солдат должен знать, как использовать дроны в работе. И когда мы говорим об оккупантах, то мы должны упомянуть, что технологического персонала на территории РФ не осталось. Мы видим, как конструкторы, как инженеры просто бегут из страны, и они буквально не остаются для того, чтобы развивать какие-то технологические цепочки. То, о чем могли упомянуть, это дефицит кадров не только в контексте управления дронов, а скорее больше в создании этих технологий. Сколько бы ни было совещаний с институтами, факт остается фактом. Элита, которая могла бы что-то сделать, инженеры, они покидают РФ просто потому, что они не хотят находиться в этой стране. Мы видим это своими собственными глазами, особенно когда мы говорим о зарубежье. И учить дроны, учить управлять дронами можно. Это занимает на самом деле немного по времени. Современные разведывательные дроны для того, чтобы пройти обучение, этот срок занимает от 3 до 5 дней. Если речь идет о каком-то специфическом обучении для какой-то специфической задачи, для сил специальных операций, для какой-то ближней разведки, и для выполнения функций поиска скриптов, этот срок может занимать до месяца. Когда мы говорим о разведывательных дронах дальнего радиуса действий, то тут время обучения может затягиваться на месяца. И это тот опыт, который ежедневно в Украине нарабатывается, и люди проходят обучение тысячами и десятками тысяч. Конечно же, агрофия чувствует себя позади. Спасибо вам большое. Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники, был с нами. Мы обсуждали, как Путин дал распоряжение поставить производство беспилотника в России на поток, и какие перспективы у этого задумки у российского диктатора. Спасибо вам.